Ну что, всем привет! Рад вас видеть снова. Я наконец-то в эфире. Хочу рассказать историю о том, где я был все эти два месяца, что я не снимал видео и как у меня сложилась жизнь в Польше. До чего дожился, что я уже снова приехал в Украину. Если вам интересно, досмотрите видео до конца. Поехали! Ну что же, братцы, моя история такова. Я ожидал вакансию очень долго во Вроцово, если вы помните. Порядка двух недель мы жили с Димой в хостеле и ждали. Каждый день мы пытались пойти в агенцию и что-либо порешать, позвонить. Но осморозили. Поэтому однажды мы уснули, проснулись, а там кто-то залез за дверь, выбил дырку соседям. И нас обвинили в краже больших бабских трусов. Ну там была такая баба очень жирная, здоровая такая. Она сказала, что мы, сука, залезли в ее хату через челочку и вытащили трусы. Короче, мне это очень не понравилось. И после этого скандала я задумался над тем, что нужно уматывать. Вот такая вот история. Сегодня 12 марта 2017 года и ровно месяц спустя я выехал из Киева в Польшу с целью трудоустроиться. На данный момент я не смог трудоустроиться. Почему? Спросите вы. Вот сейчас попытаемся разобраться. Если вы смотрели мои предыдущие видео, где я рассказываю про компанию Рандстат, агенции, про то, что они взялись нас трудоустраивать и о том, что трудоустройство, переоформление документов именно своего узкой визы на обычное приглашение занимает 10 дней, то сейчас будет маленькая поправочка. Это не совсем так. Как я узнал позже, другие агенции, особенно украинские посредники, они переоформляют за 3 дня. То есть ты подаешь документы, идешь, проходишь медкомиссию, получаешь там, может быть, какие-то шмотки рабочие, и уже выходишь на работу на 3-4 день. То есть это занимает процедура 3 дня. Ну, у нормальных агентств. Если тебе повезет. Мне же не повезло, я попал к Рандштадту. В общем, я был доволен до поры до времени, был доволен агентством, доволен тем, что они мне рассказывали. Но, как понимаете, незнание чего-то, да, не снимает ответственности за свои действия, за мои действия, за мои решения. Я просто не знал. Вот я не знал, что они манипулируют людьми. И получается так, сотрудники им нужны на фирму, на завод. Им нужны рабочие на завод, но не стабильно. Не, ну вот, не прям сразу все. То есть это какая-то очередь выстраивается. Для того, чтобы попасть на завод, надо подождать. Подождать. И вот я уже жду месяц. Ребята, ну вы прикиньте, ну чуть меньше месяца. То есть первый раз я приехал, пока нашел это агентство, пока начал оформляться, там на третий день я начал оформляться. Вот уже спустя месяц я понимаю, сколько бабок я просто просадил. За первый раз, когда я приехал, потом вынужден был уехать на 10 дней в Украину, потому что я просто не знал, что вот можно за три дня переоформить. Оказываться можно. Почему же они так делают? Почему же Ранстат делает вот такие задержки? Они переоформляют 10 дней. Вероятно, есть такие причины. Первое, что на данный момент работы нет. Как бы у клиента, у заказчика нет работы. Поэтому вас просто держат до тех пор, пока кто-то из сотрудников, у кого-то закончится виза, у кого-то кто-то просто уедет, кто-то уволится, и вас закроют на те места сразу же. Вас просто придерживают, так как меня придерживают уже месяц. Второй вариант, что они так долго переоформляют, это, возможно, они работают через свой офис в Варшаве, как я слышал такую историю. То есть все документы присылаются туда, там, ну, короче, волоки-то и задержки. Но это тоже глупость. Это не должны быть ваши проблемы, не должны быть моими проблемами. Но это стало моими проблемами. Я просто сейчас сижу здесь, вот, ну, жду в ожидании, да, и трачу последние свои деньги на то, чтобы жить. Слава Богу, они дали мне жилье. Ну, якобы бесплатное, но я за него пока ничего не платил. Но, как выяснилось, я должен буду заплатить за него за 10 дней, допустим, за 10 дней 200 злотых. То есть по 20 злотых в день я должен буду отдать. Вот такая нормальная ситуация. И почему, как вообще? Ну, мы приходили, приходили, на следующий день, ну, приехали, на следующий день пришли, сделали все там медкомиссии, получили форму, были готовы выходить через два дня уже на работу. Мы пришли, а нам говорят, нет, ну, нет работы, придите через понедельник, короче. Пришли с понедельника, тоже говорят, нет работы, придите в четверг. Приходим в четверг, говорят, будет с понедельника. Ну, короче, вот такая вот херня. Да, я должен сказать, что я не терял времени, я искал другую работу через другие агентства, через других посредников. Я обошел более 10 агентств во Вроцлаве, всех, которых, ну, смог найти, до которых смог дотянуться. Некоторых не существует. Те, которые отмечены на карте, да, вот. Другая история, как их искать. Некоторых уже не существует. Некоторые занимаются только поляками и оформляют их на заграницу. Большинство из, все из поляков, ну, агенции польские, именно все отказались работать со мной, брать меня, переоформлять, потому что у меня выводская виза. Они вообще не хотят с этим возиться. Они сказали сразу, ты, ну, не сможешь, не подходишь. И так же и брата. То есть, почему я до сих пор не спрыгнул на другую работу? Ранстад взялся переоформлять меня с воеводской визой. Конечно же, у вас могут быть такие же проблемы, если у вас воеводская виза, и вы просто приехали не к своему работодателю. Ну, как все делают. Переоформляют с воеводской визой на обычное приглашение обычно только наши украинские посредники. Да, другая вот причина. Я нашел еще вакансии, куда можно устроиться на производство подлокотников, обшивка, все дела в другом городе. Это надо туда еще доехать. И это вакансия платная. Угадайте, что продает ее украинец. Короче, вот такая ситуация. И я здесь уже 10 дней просто наслаждаясь Польшей, сколесил в родство вдоль и поперек. Короче, меня еще брат мой кинул. Брат просто однажды поднял трубку с утра, телефон звонит, он поднимает трубку. А ему там говорят, Дима, есть место на... Ну, бывший работодатель позвонил, говорит, Дима, есть место на фабрике по фасовке яблок? Дима такой, да, Татьяна, я... Значит, я буду сейчас, еду уже. Короче, встал, собрал чемодан, похавал, умылся. И попиздовал на вокзал. В общем, ребята, Польша это место, где тебя кинет твой брат. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok